Русские романсы и духовные песнопения. Сегодня в Большом концертном зале имени Салиха Сайдашева прошел праздничный рождественский концерт. Он был организован Татарской митрополией при поддержке Министерства культуры Республики. Сводный хор Казанской епархии, ансамбль «Россия» имени Людмилы Зыкиной, фольклорный коллектив «Духов день» и ансамбль «Крящен Бирменкеч». Публики представили широкую палитру музыки, пронизанную светлым духом Рождества. Музыкальной атмосферой праздника прониклась и Ольга Морская. Задорными колядками они встречали гостей прямо у порога. Участники фольклорного ансамбля «Духов день» колядуют не только на сцене, но и в жизни. Такая у них новогодняя традиция. Мы ездим по знакомым и иногда даже незнакомым домам. Вот приходим к людям, если люди нас принимают, мы им поем, и они тоже нас одаривают. Сейчас зачастую конфеты какие-то, пироги, тоже мандарины. Это очень здорово. Мы в костюмах приносим людям радость. Особый сюрприз для зрителей – сводный хор Казанской епархии. В таком составе он выступает впервые. В программе – духовные рождественские песнопения. В составе сводного хора четыре хоровых коллектива. Это хор Казанского Богородицкого монастыря, хор Казанской духовной семинарии, хор храма священномочника Кирилла Казанского и хор Благовещенского собора Казанского Кремля. Подобный состав поет на этой сцене впервые и в принципе собирается впервые. Хотелось бы думать, что это будет хорошая и добрая традиция. Только раз мы в жизни встречат. Государственный академический русский народный ансамбль России имени Людмилы Зыкиной представил Казанской публике свои самые праздничные мелодии, как воплощение удалой и щедрой русской души. Домра, балалайка и гармонь не оставили равнодушным никого из зрителей. В качестве солиста – артист Большого театра Юрий Нечаев. Сегодня мы находимся в прекрасном городе Казани, куда мы приезжали уже неоднократно. Мы выступали в филармонии, мы выступали в ратуше. Поэтому для нас очень приятно выступать здесь. Это очень приветливый город, здесь прекрасная публика. Представители духовенства республики, воспитанники казанской семинарии, прихожане казанских храмов – все как один подпевали праздничным мелодиям. Ведь на Руси этот праздник никогда не обходился без песен, которые славили хлебосольный стол, добрых людей и наступивший Новый год. Ольга Морская, Ильнур Шакиров, Столица.